В музее на Крыльях уже собрано более 500 ангелов со всех уголков Украины. Есть экспонаты, которые передали из-за границы. Пополнить коллекцию своими работами решили и запорожцы. Нам пришло письмо. Письмо было из Луганской области, мистер Крыминна. Музейщики попросили нас присылать как можно больше ангелов из нашей области. Процесс изготовления работ начался еще в канун Рождества. В акции приняли участие запорожские художники, преподаватели, школьники и даже малыши из детских садов. Марина занимается изобразительным искусством не так давно, но к написанию картин подходит творчески. На моей работе домик – это Украина. И ангел поедет над Украиной и помогает ей. Цветы – это какая наша Украина, квитучая, красивая. Всего здесь уже собрано более 200 работ, выполненные они в различных техниках. Это картины, глиняные и кружевные фигурки, изделия из дерева и бумаги. Рядом со светлыми и легкими ангелами совершенно иные экспонаты – устрашающие и смертоносные. У нас возникла идея объединить этот проект еще с другим. И здесь у нас вы видите не только фигурки ангелов, сделанных детскими руками, но еще обломки снарядов, обломки вещей, которые попали к нам из зоны АТО. Здесь гильзы, бронежилеты, фляги. Их предоставил Юрий Яковенко, участник событий на Востоке. Говорит, может рассказать историю каждого экспоната. Вот только вспоминать обо всем этом бойцу до сих пор тяжело. Есть снаряды, по которым непосредственно по нам стреляли. Ну, все, что удалось привести на тот период. Выставка продлится до 19 марта, после чего все работы отправятся в Свято-Сергеевский монастырь, где и расположен музей на Крыльях. Екатерина Даншина, Эдгар Копытов, ТВ5.